Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Как научиться жить и почувствовать себя полноценным человеком? Так звучит вопрос. И, в общем-то, в тексте история про просто, что человек не живёт своей жизнью, что её все контролируют, что она не может сама принимать решения, что родители ей много чего запрещали и запрещают, что она была в отношениях достаточно абьюзивных, там на неё вешали кредиты и, в общем-то, заставляли делать какие-то вещи, вот. Все называют юрбёрком, хотя она исполнительный сотрудник, вот. И, в общем-то, в целом, как бы человек вроде бы живёт отдельно на съёмной квартире, но в то же время родители, вот, приносят до сих пор ей еду, да, как бы. Вот, и, соответственно, она, как бы, до сих пор, получается, не может от этого отказаться, вот. До сих пор она не может ничего поменять, вот, в своей жизни имеется в виду. Вот, и, соответственно, спрашивают нас о том, как вообще вот ей, ну, что ей делать, как стать нормальным человеком. Ну, здесь ситуация, как мне кажется, следующая. Во-первых, во-первых, то, что хочется сказать. То, что вам, на мой взгляд, было бы значительно проще, если бы вы не позиционировали себя, как кого-то, кому надо, ну, условно говоря, чего-то достигать, да, становиться полноценным человеком. Лично я думаю, что вы уже полноценный человек. Просто так вот вышло, что вы себя не чувствуете. И мне кажется, что, да, ваш вопрос – это хороший такой запрос на психотерапию, конечно же. Вот, но, на мой взгляд, на мой взгляд, первое, что вам нужно – это, знаете как, общение. Общение, где вам бы давали возможность себя почувствовать, где вам бы дали некоторую свободу, где вам бы позволили себя разместить. Все с этого, понятное дело, не происходит. Потому что, ну, вот, у вас такое… Вы выбираете таких людей и так далее. То есть, ну, вот, по сути, вы выбираете людей, которые вот к вам относятся, ну, вот, обесценивающие, да, и которые вас обвиняют, и вы, ну, соответственно, привыкли, вероятнее всего, эти обвинения слышать, да, и, соответственно, если не обвиняют, то используют и так далее. То есть, я бы сказал, что ключевой момент является именно в том, чтобы вам соприкоснуться с собой, научиться себя слышать, и вообще понять, а что же я сама чувствую, вот, чего я сама хочу, что мне самой нужно и так далее. Это вот, пожалуй, такой ключевой момент, на который хочется обратить вам ваше внимание. Дальше идем. Значит, ну, понятно, что вы себя довольно сильно обесцениваете, называя психом, да, вы не псих. В голове одни проблемы, не знаешь, с чего начать. В голове одни проблемы, потому что, опять же, вы не чувствуете своих интересов, вот. То есть, не случайно у вас в голове одни проблемы? Это не случайно? У вас в голове одни проблемы, потому что вы, как мне кажется, другим особо ничем не интересуетесь, вот. То есть, вас волнуют проблемы, ну, вот, у вас есть проблемы, проблемы только. И проблемы, вообще-то, это нормально, да, будь то проблемы с родителями, будь то проблемы, ну, как-то, там, не знаю, в отношениях и так далее. То есть, это нормально, что есть проблемы. Другое дело, как мне кажется, что вам еще интересно, помимо проблем. Так получается, что особо-то ничего. Так получается, что особо ничего вам не интересно. И, наверное, следующим моментом, на который имело бы смысл обратить внимание, это на то, собственно говоря, что представляет из себя ваш интерес. Ну, в принципе, вот, в целом, да, что они из себя представляют, какие они ваши интересы и так далее. И это тоже очень важная история. Это тоже очень важная история здесь. Для вас. По крайней мере. Дальше. Дело в том, что я не могу ничего делать самостоятельно. Да? А чего вы боитесь ошибки? Всегда сделай одобрение родителей или любимого человека, начальника. Пишите вы. А из какого, вот, из какого, скажем так, чувства вы ждете одобрения, ну, начальника, вот, родителей? Из какого чувства вы ждете, то есть, какую, может быть, цель вы преследуете, когда, ну, ждете, вот, одобрения. Родителей, одобрения, начальника. Попробуйте увидеть этот момент. Попробуйте заметить этот момент. Мне кажется, что вам это будет не сложно сделать. Вы довольно быстро, как мне кажется, придете здесь к тому, что обращаете внимание больше на этих людей, а не на себя. Понимаете? Дальше. Я не умею принимать решение, если что-то важное, всегда советуюсь и жду ответа от других, как поступить. Опять же, а из какого вы это делаете чувства, из какого вы это делаете порыва, то есть, вы это делаете из, например, прямой уверенности в том, что вы ничего не сможете. Вы это делаете из какого-то подозрения, что сами вы не справитесь ни с чем или что. Иными словами, как получается, что вы ждете от других людей совета, как вам жить? Это, на мой взгляд, довольно важный элемент и довольно важный аспект, на который вам желательно обратить свое внимание. Потому что, ну, я думаю, что совершенно не случайно, что именно на это вы делаете свой акцент. Совершенно не случайно, что вы говорите, что вам вот, ну, нужны советы, ну, советы вот как раз других людей. Понимаете, 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 да, что здесь я имею ввиду. Дальше. Если не с кем посоветоваться, пребываю в ступоре и просто жду, когда вопрос вам сам рассосет. Вот здесь вы чего-то боитесь, на мой взгляд. Здесь вы чего-то опасаетесь, по моему мнению. Надо бы, конечно, посмотреть и преследовать, чего именно вы опасаетесь, чего именно вы боитесь. Так, конечно, без вопросов, ну, то есть, не следуя вас, да, конечно, довольно сложно здесь что-либо говорить. Но, скорее всего, вы боитесь ошибки, скорее всего. Так, с детства родители мне все запрещали гулять допоздна, я даже в 28 лет должна была явиться домой до 10, а если опаздывала, то в следующий раз меня просто не выпускали. Встречаться с парнями, потому что все они были неугодны моим родителям, выпить даже чуть-чуть вина, краситься, красить ногти, стричь волосы, прокалывать уши. Ну, тут, да, как бы вы жалуетесь, и понятно, что у вас много довольно обиды на родителей здесь, и много, ну, много достаточно какой-то вот злости на них, и вы, в принципе, как мне кажется, имеете полное право на эти чувства. Да, вот, но другой вопрос, другой вопрос, как бы, заключается в том, что вам это ничего не даёт. То есть, ну, вам абсолютно ничего не даёт, вот, то, что вы сейчас жалуетесь на своих родителей. Вот. А слово «совсем». Вот. Поэтому тут, конечно, с эмоциями необходимо поработать, вне всякого сомнения. Вот. Вот. Позволить вам как-то вот выразить, прожить свои чувства, безусловно, нужно. Вот. Но, в целом, постараться увидеть, что, ну, путь, как бы, этот, он несколько деструктивный. Также они всегда внущали мне, что я маленькая, сама ничего не могу, всегда должно случиться их взрослых. Ну, тут вы, как бы, с одной стороны жалуетесь, с другой стороны, в общем-то, не замечаете, что... Да, они вам нужали, но вы, как бы, уже, относительно взрослой жизни, вы сами выбирали их слушать. Вот. То есть, это уже было, ну, это уже было ваше решение. Ну, больше ваше решение, нежели чем, ну, нежели чем решение, ну, родителей. Вот. Поэтому, тут, конечно, ситуация неприятная, вот, что вам, что вам вот так вот, ну, говорили, да, что вас так вот ставили и так далее, вот, ну, в такое положение, в такую позицию. Вот. Ну, вот. Но, тем не менее, выбор тут уже, на мой взгляд, больше ваш, нежели чем родители. Просто с родителями, ну, просто следовали, вот, своим, как бы, изначальным целям, да, своим изначальным планам и, соответственно, ну, немного наивно было бы думать, что они... Ну, могли бы, как-то вот, ну, поступать, да, по-другому. Вот. Скорее всего, не могли бы. Ну, просто потому, что вот у них такая позиция. Ну, в моей жизни были такие этапы, как-то отдача под этими запретами умудрилась накосячить. Почему вы считаете, что это косяки, а не опыт, несмотря на то, что вы себя за это бичуете? В 19 лет случайно познакомился на работе с мужчиной, который бы остался у меня на 32 года и влюбился. Он стал для меня гендастеритетом, что ли, я не особо уже вникал на то, что требуют меня родители, стал слушаться его. Ну, переключились. Переключились и, соответственно, глоток свободы. Вела с традициями, но делала уже то, что говорил мне о таком повесом у меня кредит, с которым не могу до сих пор разделаться. Сам сел в тюрьму, меня чуть ли не подвел туда же. Так, я 6 лет встречалась с ним, случилось его и его дурацкие указания. Вот, обратите внимание, сейчас вы его обесцениваете и как бы злитесь на него. То есть, опять же, ваше внимание как бы переключается не на себя, не на вас, а на вот. Человек, как бы, который, вот, виноват, вот, ну, в том, что вот с вами произошло. Дальше, потом еще 3 года общалась с ним, пока он находился в СИЗО, потом познакомилась с другим взрослым мужчиной, ради которого перестала общаться, общался с ним, да, то есть, как бы, ну, все время ищите опору, тебе не доверяете. Все пошло по кругу, наверное, нет смысла описывать все в СИЗО. Ну, описывать, может быть, нет, а вот проговорить, да, проговорить имеет смысл. Просто понимаешь, что проблема вся в том, что обращай внимание только на тех мужчин, которые могут заменить на родителей, кто умный или хотя бы может умело врать, кого хочется слушать и слушать. Иными словами раствориться. Иными словами раствориться, раствориться, то есть, что это значит? Это значит, что заменить, вам хочется заменить себя другим человеком. Ну, по факту. Вот. К, ну, к большому, к большому сожалению. Вот. И, на мой взгляд, это, конечно, вот такая достаточно серьезная, конечно, сложность, потому что к себе здесь вы относитесь, ну, достаточно, негативно. Вот. Дальше, значит, я никогда не желал своей жизни, всегда живу в угоду другим, то родителям, чтобы они не ругали, а чего, как бы, будет, если ругают? Хвалили то мужчинам, все делаю так, как они скажут, что меня любили. Вы думаете, что если вы будете делать так, как скажут, вас будут любить? Серьезно? То начальству делаю работу досконально, чтобы хвалили даже в ущерб себе беру работу домой. Вы думаете, это приводит к тому, что вас ценят на работе? Нет, поднюдь. Поднюдь. Поднюдь, родители не смогут жить снять квартиру, но в том же городе. Что вы сделали, чтобы снять квартиру, вот на что вы опирались? Так они приносят мне еду, потому что я же голодаю, сама о себе позаботиться не могу. Для меня эта еда равна силу насилию. Я не хочу есть даже только потому, что про что этого не делать, они меня не слушают. Вы ждете, что они вас послушают? Это вот в данном случае я бы сказал, ну как бы заблуждение, что они вас послушают, потому что просто а зачем? Ну зачем им вас слушают? Вот как бы вы, да, вот сами ответили на этот вопрос себе. Зачем им вас слушают? Для чего? Вот. Ну, например, потому что, не знаю, например, потому что вы их слушаете, к примеру. Поэтому, по этой, ну причине. Или как, вот какие могут быть у вас здесь предположения, для чего им вас слушают? Понимаете, да? То есть, как бы это очень такой, важный момент. Вы ждете, что, вы ждете, что вас услышат, а вообще вас слушают, как бы, ну вот, пока не понятно, к сожалению. Дальше. Так, эм, так, они меня не слушают. И что родители, что парни говорят все время одни и те же фразы, что им лучше знать, что мне нужно что-то слушать, наверное, которое я хотела написать. Да, потому что вы транслируете именно такое к себе отношение. И что родители, что парни говорят, что мне нужно, и что вот доживешь до моих лет. Имеет в виду, парни тоже так, так говорят. Вот. Ну, тут опять же, вы выбираете себе мужчину, потому что такого, старшего. Потому что надеетесь с ним почистить себя девочкой и, в общем-то, таким образом обрести свободу. Ну, вот, только это не работает. И в лучшем варианте это не работает. Ну, то есть, вот, в самом таком идеальном, да, в самом таком хорошем варианте это не работает. Да, уж, что говорить, как бы, про вариант ваш, где, в общем-то, у вас довольно, ну, низкая самооценка, да, и, соответственно, вы, вот, ну, как-то, вот, получается, себя... Сами очень сильно обесцениваете. Вот. Дальше. Так. Чувствую, что никто из них не считает меня взрослым человеком, потому что вы такой себя не ощущаете и не проявляете себя так. Даже на работе некоторые называют меня ребенком, хотя не давало повод, я очень исполнительный и ответственный человек. Руководство выделило меня как самого лучшего сотрудника по моей работе из всех 29 районов области. Это правда, вас выделили, но выделять ведь можно по-разному. Выделять можно из достоинства, вот, выделять можно, ну, из, как бы, вот, того, что человек себя ценит. А можно выделять и по-другому, можно выделять просто потому что, там, грубо говоря, ну, вот, заслужил-выбил, понимаете, какая штука, это не одно и то же. Опять же, как вам, ну, вот, в таком, ну, в таком положении, да, в таком состоянии, вот, как вы себя чувствуете? То есть, хорошо ли вам, приятно ли вам, ну, вот, я имею в виду то, что, вот, вы работаете так. Устраивает ли вас такой подход к своей работе? Вот это вот тоже очень важный, как мне кажется, аспект, на который необходимо обратить вам свое внимание. Дальше, чем, так, значит, какой-то сумбур, простите, да, то есть вы задаете платный вопрос и извиняете за текст. Проблема в том, что ощущаю себя каким-то дейспособным ребенком лет двенадцати. Не слышите своих чувств и не, как бы, ну, не привыкли анализировать. Взрослый, это как раз таки аналитик. Всего боюсь, боюсь изменений, боюсь чего-то нового неизвестно. Ну, не доверяю себе здесь. Чем старше становлюсь, тем более замнутой и боязливой становлюсь. Ну, потому что кристаллизируется такое состояние. Засыкнулась на себе, как это проявлялось. Тот, с кем общаюсь, говорит, что я эгоист, кто именно. Что не думаю о родителях, а могла бы ходить к ним почаще. Ну, как бы, я думаю, что это отражение того, что вы сами о себе думаете. Я не могу с ними общаться и не хочу. И я думаю, что не нужно, если не хотите. Они не видят вам ни человека, будто ни человека какая-то кукла. Ну, возможно, вы преувеличиваете, но сейчас это не так важно. Вы так чувствуете, это важно. Ну, и быть взрослым не получается. Да, нужно учиться. Не знаю, что делать, хочется уснуть и не просыпаться, но ничего не получается. Я не умею жить и ненавижу себя. Помогите, пожалуйста. Поможем. Это хороший запрос на психотерапию. Ну, все постепенно, как бы. Ну, вот. Обращайтесь к любому из специалистов, как бы. Я думаю, что вам помогут. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.